Приветствую вас! Вы знаете, вы по сути дела задаете два вопроса, и я постараюсь вам на них ответить. Вопрос первый. Как справиться с тоской? Ответ на этот вопрос, как это ни странно, лечит в том, в той плоскости, в том разрезе, когда вы говорите, что готовы простить ему всё. То есть вот тот факт, что вы готовы своему молодому человеку простить всё, говорит о том, что вы в нём очень нуждаетесь, очень сильно нуждаетесь. И именно нужда, ваша нужда в нём обуславливает ваше и соответствующее поведение. То есть вы ведёте себя так именно потому, что очень сильно в нём нуждается. Ну вот, давайте попробуем подумать с вами, а откуда такая вот нужда взяла у вас в нём? Да, отношения длинные. Да, отношения значимые. Всё это безусловно. Но, тем не менее, это необязательно и совсем необязательно повод для того, чтобы нуждаться в человеке так, что вы испытываете тоску по нему и не можете очень тяжело от расставания с ней. Очевидно, что вы привязались к молодому человеку. И очевидно, что ваша привязка к нему очень сильная. И именно по этой причине, по той причине, что вы испытываете к нему сильную привязанность, и возникает ваша проблема. Чтобы избавиться от этого, чтобы избавиться от тоски, нужно становиться более самостоятельно. Нужно работать над тем, чтобы понимать, в чём именно и почему вы нуждаетесь так сильно в нём, настолько, что без него вам очень-очень тяжело. Это самооценка, любовь к себе, уверенность в себе. Вот такие вот качества вам нужно развивать в себе для того, чтобы справляться с теми моментами, которые вас сейчас беспокоят. То есть, вы чересчур сильно привязались к своему молодому человеку. И из-за этого у вас сейчас тоска. Если он с вами расстался, если он с вами ругается и тем более ведёт себя так, как будто у него сейчас всё хорошо, то это значит, что человек вам как минимум не отдаляет жить. А это значит, что вы, стараясь быть с ним, стараясь тянуться к нему, унижаете себя. И вот именно по той причине, что вы себя унижаете, у вас и этот тоска вы слишком сильно зависимы от него. А зависимость, зависимость это всегда потребности. И вот вам необходимо разбираться, какие потребности здесь имеют место быть у вас. В чём и почему вы нуждаетесь в человеке так сильно? В чём и почему вы зависите от него так сильно? И вот это нужно разбирать и в этих аспектах становиться более самостоятельными вам. Далее. Далее очень важный момент, который вы утрашиваете. Вы утрашиваете, можно ли вернуть отношения? Ну, гипотетически, теоретически, конечно, можно. Но насколько это реально, обратно другой. Потому что не очень понятно элемент вашей ссоры, не очень понятно, почему вы начали ссориться. Не очень понятно из вашего сообщения, как вы пришли к тому, чтобы расстаться. Ну, по крайней мере, вот исходя из того, что вы написали, именно написали. Выводы о том, почему вы именно расстались, то есть что ссорились, это понятно, а почему именно расстались. Выводы сделать не получилось, слишком мало информации. Чтобы вернуть ваши отношения, нужно в первую очередь понять, с чем была проблема. Какая это проблема? Проблема. Предположим, вы с молодым человеком начали жить отдельно. Предположим. То есть, обморшения ваши, значит, встали на расстоянии. Пусть так, но нормально тогда, в таком случае, что у него появилась своя жизнь. Он почувствовал себя как бы свободным, он почувствовал себя независимым и начал, вот собственно говоря, жить на полную капучку, да? Ну, условно говоря, условно говоря, конечно, на полную капучку. Вот. Значит, в этой ситуации вам нужно понимать, что вы не справились с расстоянием. Расстояние, к сожалению, вас отдалило друг от друга, показало, что вы не настолько привязаны друг к другу. По крайней мере, молодой человек к вам настолько неприятны точно. И вот, исходя из этого, давайте подумаем, как можно свернуть ваши отношения. Ну, во-первых. Во-первых. Вам нужно стать более самостоятельным по отношению к нему. Это факт. Потому что полная вероятность, что будучи ныдающейся в нем, вы слишком много и слишком сильно к нему проявляли эмоции, проявляли к нему внимание и тем самым обесценивали себя. Нужно стать независимой, чтобы он вновь увидел вас, женщин. Чтобы у него вновь появился интерес к вам, как к женщине. Это первый момент. Второй момент. Определить причину, по которой вы ссоритесь. Вы говорите, что, значит, такое впечатление, что у моего человека началась своя жизнь, ругались каждый день. Ругались каждый день. Пишите вы. Но при этом вы же тоже ругались. Вы же сами зачем-то ругались. Возникает вопрос. Кто инициатор скандала, кто инициатор ссор, какие основные причины этих ссор и, собственно говоря, что заставляло вас, именно вас, а не его, на эти ссоры каждый раз молчливо соглашаться. Вот я условно говорю. Вот. Далее. Когда будет с вашей стороны, понятно, причина ссор. Вы можете, если хотите отношения вернуть, вы можете, по своей стороны, скорректировать свое поведение так, чтобы мужчину нам ссоры больше не провоцировать. И занять такую форму взаимодействия с ним, чтобы устраивать и его, и вас, чтобы ссор над вами не было. Далее. Отношения на расстоянии. Тем более полгода. Это большой срок. И очень важно, чтобы каждый из вас видел перспективу вновь в ближайшее. Вполне вероятно, что мужчине тяжело, что он вас не видит. И вполне вероятно, что мужчина стал бояться, что вы, например, станете обращать внимание на других и так далее. Он стал, скорее всего, обращать внимание на других женщин и так далее, что нормально, когда люди находятся на расстоянии. И поэтому вернуть отношения можно только в том случае, если вы вновь перестанете быть на расстоянии, что вы вновь будете вместе. Если вы сейчас на расстоянии и у вас нет перспектив вновь быть вместе, то, соответственно, и нет перспектив вернуть отношения. Потому что мужчина по ним понимает, а что это за отношения, если они на расстоянии. И из-за этого вы и ссорят по сути дела. Поэтому подумайте для себя, молите ли вы реально сделать так, чтобы отношения ваши перестали быть на расстоянии. Есть ли конкретный срок с того, когда вы станете вместе? И вот на этот срок, на это время вам и нужно ориентироваться, не обращая внимания ни на какие разногласия, не обращая внимания ни на какие ссоры и так далее. Старайтесь думать именно о том, что когда он приедет, вы вновь будете вместе, тогда и все решится. Не пытайтесь какую-то проблему решить через переписку или через голосовую связь, не видя друг друга. Это ни к чему хорошему не приведет. И вот только так вы можете вернуть ваши отношения. На этом, пожалуй, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!